Здравствуйте, я Маргарита Коваленко, профессиональный психолог, педагог и коуч. Последние три года профессионально занимаюсь коучингом и планированием, и также последние месяцы начала преподавать. На сегодняшний день у каждого здравомыслящего человека стоит вопрос улучшения качества своей жизни. Не зря ведь Стив Джобс каждое утро задавал себе вопрос. Если бы сегодняшний день был последним днем в моей жизни, захотел бы я делать то, что собираюсь делать? Я хочу вам представить, не имеющий аналогов, авторский, разработанный на основе десятков методик и тренингов, планер My Perfect Day. Этот каждый единственный идеальный день в вашей жизни. Этот планер для того, чтобы планировать, прописывать и улучшать свою жизнь. Это как ваш персональный коуч. Это очень простой инструмент для достижения цели и самореализации. И также это очень хороший подарок. Этот планер поможет вам, поможет каждому человеку, который хочет увеличить свою эффективность, производительность и реализацию, достичь целей. И главное сделать это системно. Мы сделали планер в виде книги. Это будет ваша книга, которую вы сами напишите и проживете. Он подарит вам незабываемые эмоции от каждого пройденного этапа. Для удобства в нем есть два лиссе, которые позволят вам держать отметку пройденного дня и также целей на неделю или на месяц. Это не просто обычный ежедневник с чистыми листами. Этот планер с очень эффективной, разработанной системой планирования. И в то же время очень простой. Краткий обзор страниц планера вы можете увидеть по ссылке под видео. Из чего состоит планер? Первая страница, кому принадлежит и ваши контакты. А далее идет знакомство с планером, как работать с планером, принципы, которые помогут вам в планировании. На этом развороте вы пишете свои цели на несколько месяцев по своим или по предложенным здесь сферам жизни. Также здесь выполните интересные упражнения и прочтите мотивирующие цитаты. С этого разворота начинается наш месяц, его полный обзор. Это очень удобно. Вы можете наполнять его как в начале месяца, так и далее на протяжении всего периода. Далее идет разворот целей и задач на месяц. Также здесь необходимо выбрать основную область развития и цель на месяц. Например, может быть две области развития. Одна материальная, и к ней всегда добавляют область здоровья. Рекомендую добавлять, потому что это помогает нам выделять дополнительную энергию для реализации всех наших желаний. Например, сейчас у меня есть две цели. Первая это в преподавании, вспомнить детскую психологию. И вторая это изучить виды фитнеса, чтобы определиться с направлением. Следующая страница, это страница ежедневных ритуалов. Здесь очень детально написано, как работать с этой страницей, что сюда писать. Это немного похоже на трекер привычек, но имеет ряд очень интересных особенностей. И с этой страницы начинается наша неделя. Идут задачи на неделю, планы на неделю, и как вы себя похвалите, когда выполните все запланированное на неделю. С этой стороны идут итоги недели. Это обязательная вещь, которая в моем взгляде на планирование очень важна. Потому что именно подведение итогов помогает увидеть наши слабые и сильные стороны. Понять, в своем ли направлении мы движемся, и что нужно изменить, чтобы достичь желаемого. То есть вы проделали работу и смотрите на ее результат. И с этого разворота начинается наша неделя. Она начинается всегда с понедельника. Как мы будем заполнять эту страницу? Здесь мы пишем дату. Далее записываем основную цель, чтобы всегда держать ее в фокусе и идти по заданному вектору направления. Далее, для удобства, я уже написала пункт ежедневные ритуалы. Это те ритуалы, которые мы прописали ранее. И когда мы их выполняем, мы здесь отмечаем, выполнили ли мы их. Далее, здесь мы записываем основные цели, которые обязательно нужно сделать сегодня. Далее необходимо записать план на день, все текущие задачи, которые не привязаны ко времени. Если же задачи привязаны ко времени, конкретному вы можете дописать время тут или перенести, например, эти дела в раздел напоминания. Также этот раздел это как место памятка для важных дат, дней рождения, звонков. То есть для всего того, что обязательно нужно сделать и помнить об этом. Следующий раздел это раздел сделать дома. Мы всегда с радостью возвращаемся в наш дом. Это место, где нам душевно спокойно, комфортно и хорошо. Но дом это тоже живое существо, которое требует к себе внимания. И здесь мы записываем все, что должны сделать дома. Раздел для себя я сегодня сделаю. Это полезно уделять время для себя каждый день. Мы живем в постоянном шуме, в активности, в постоянном нескачаемом общении по телефону, по интернету, на работе. Поэтому нам очень важно остановиться. Остановиться и просто вспомнить о себе, расслабиться, расслабить тело и наполниться энергией для дальнейших действий. Это также подробно описано в ежедневных ритуалах, но и здесь мы тоже напоминаем себе о важности времени для себя. Эти часы, они необходимы для того, чтобы на них отмечать промежуток времени, который точно занят. Например, если у вас есть какие-то сталые определенные встречи по времени, можно написать, например, с 12 до 15 вы заняты. И на часах вы выделяете этот промежуток и зарисовываете его. Все остальное время у вас свободно. И вы уже можете наглядно посмотреть, сколько у вас свободного времени в день и заполнить его теми делами, которые не привязаны к времени. Также у нас есть раздел «Заметки». Сюда вы можете записывать все, что вам необходимо. Вот даже одна такая большая заметка может быть. И также сюда можно прикреплять стикеры. Их можно приклеивать и выбрасывать после того, как вы их использовали, либо же переклеивать изо дня в день. Вторая часть каждого разворота – это итоги дня. Итоги дня – это как лакмусовая бумажка, которая показывает качество воды. А вот итоги дня показывают качество нашей жизни. Зачем вообще подводить итоги дня? Зачем это делать? Это поможет отслеживать ваш ежедневный прогресс и позволит быть более мотивированными. Вы будете постоянно воодушевлены, вместо того, чтобы быть подавленным от ощущения, что вы постоянно делаете меньше, чем нужно. Также вы увеличите уверенность в себе и проследите, как именно вы достигаете те цели, которые мы записывали в начале нашего планера. Итоги дня состоят из важных вопросов. Первый вопрос – что сделанное мной сегодня приблизило меня к цели или целям. Здесь вы каждый день сможете прослеживать свой путь. Достигаете вы цели, идете вы к ней или же немного сошли с пути. И также вы сможете сами корректировать свои планы. Следующий пункт – это пункт благодарности. В этом пункте я, к примеру, записываю благодарность за что угодно. За новое знакомство, за удачную покупку, просто даже за хорошее настроение. Потому что, когда мы благодарны за то, что имеем уже сейчас, в нашу жизнь будет приходить еще больше хорошего. Мы начнем видеть вокруг себя вещи, которые раньше просто не замечали. И каждый день будет чудесным. Следующий вопрос – это вопрос «В чем я сегодня молодец?» Успешные люди знают, что не нужно ждать оценки от других. Нужно самому видеть свои плюсы и минусы, переводить минусы в плюсы и развиваться. Есть очень интересная цитата на эту тему. «Себя нужно любить и хвалить. Не поручать же такое ответственное дело чужим людям». Поэтому в каждом дне похвалите себя за то, что вы сделали. Пусть это будет пятиминутная прогулка или разговор с каким-то родным человеком, или выполненный огромный план – это неважно. Важно ценить, любить и хвалить тебя. Потому что, как мы относимся к себе, так к нам относятся и окружающие. Следующий пункт «Что нового я узнал, сделал, увидел?» Он позволит нам помнить, чем был полезен именно этот единственный каждый день. И последний пункт в итогах дня – это «Чему меня научил этот день?» Ведь каждый день нас чему-то учит. Каждый человек рядом, каждая ситуация – они нам даны для чего-то. Из каждого дня выносите какой-то урок, мысль или понимание, осознание. Если вы только что извлекли какой-то урок, но не записали его, на самом деле мы не внедрили этот урок в свою установку. И в конце месяца можно даже составить такую книгу – «31 мысль моего месяца». Также, после того, как вы постоянно будете это заполнять, в конце месяца вы сможете проследить, как изо дня в день менялись ваши итоги дня. В конце каждого месяца идет подведение итогов. Это тот период, который уже может определить ваши результаты и направления, в котором двигаться дальше. Продолжать работать над целью, которую вы выбирали в начале месяца, видоизменить ее или вообще, может быть, выбрать новые области развития и в них работать. Далее идет таких же два месяца, как и предыдущие. В конце планера есть очень интересная модная страница с идеями, книгами, удовольствиями, различными списками любимых дел. Эта часть, последняя, она связана с начальным планированием. И в начале также полностью прописано, как именно использовать это все в системе, что с чем компоновать и как с помощью этой системы вы сможете достичь своих результатов и целей. А также в конце есть замечательные листики в точку и также чистые листы. Это место для творчества, проектов, различных заметок. В конце, на последней странице расположены наши контакты, по которым вы можете обратиться за абсолютно любым вопросом. Как вести, как приобрести наш планер. А также будем благодарны, если вы напишите свои предложения, идеи и отзывы. Конечно же, планировать это замечательно, но не стоит впадать в крайности. Нужно всегда находить золотую середину, серединный путь, которому учен Будда. Сразу ничего ни у кого не получается. И для начала планировать тоже нужно научиться. Невозможно съесть слонет целиком, его едят по кусочкам. Если что-то идет не по плану, это тоже хорошо. Ведь Вселенная знает, как для нас будет лучше. И что бы мы себе не запланировали, случится самый лучший вариант из возможных. Используйте нашу простую систему планера My Perfect Day, и вы достигнете успеха, получая удовольствие от процесса. И помните, сделайте счастливыми сначала себя, и тогда вы измените мир вокруг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...